В начале об операции возмездия в Сирии, о действиях воздушно-космических войск, министр обороны и другие высшие офицеры незадолго до нашего выпуска доложили Владимиру Путину в режиме видеоконференции. Военные отчитались об успехах дальней авиации, которая за несколько дней позволила полностью лишить террористов инициативы. Каждые сутки от двух до пяти вылетов. Сегодня на задание отправились два стратегических бомбардировщика Ту-160, которые из района Средиземного моря нанесли удар по ключевым позициям, запрещенного в нашей стране исламского государства. Стратеги преодолели почти 10 тысяч километров. Продолжают удары и авиация, расквартированная в Сирии. Состав авиационной группировки увеличим в два раза и доведем до 69 самолетов. Ежедневно совершается 143 самолета вылетов. Морская группировка насчитывает 10 кораблей, из них 6 в Средиземном море. 20 ноября корабли Каспийской флотилии выполнили пуски 18 крылатых ракет по 7 целях в провинциях Рака, Идлиб и Алеппо. Все цели поражены. В общей сложности в ходе воздушной операции стратегическая оперативно-тактическая авиация совершила 522 самолета вылета. Осуществлен пуск 101 крылатой ракеты воздушного и морского базирования. Сброшено 1400 тонн бомб различного назначения. Всего поражено 826 объектов противника. Основные усилия сосредоточены на подрыве финансово-экономической базы ИГИЛ. Уничтожено 15 объектов хранения и переработки нефти. 525 автоцистерн. Прекращена поставка на черный рынок 60 тысяч тонн нефти в сутки. А террористы недосчитались 1,5 миллиона долларов ежедневно. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с вашими указаниями приступили к организации взаимодействия с Вооружёнными Силами Франции. Все поставленные вами задачи решены. За последние несколько дней проведён очень большой объём боевой работы. Над выполнением поставленных перед вами задач работают большие коллективы. Это большие коллективы в промышленности, в военной организации государства. Все компоненты, по сути, связанные с выполнением задач подобного рода, нами задействованы. Задачи выполняются и выполняются хорошо. Я хочу вас всех поблагодарить, но отмечаю, что этого пока недостаточно для того, чтобы очистить Сирию от боевиков, террористов и оградить Россию от возможных террористических атак. Перед нами ещё большой объём работы. Надеюсь, что последующие этапы этой операции будут проводиться так же профессионально, так же качественно и принесут ожидаемые результаты. Прошу начальника генерального штаба, министра обороны регулярно докладывать о том, как идёт выполнение поставленных перед вами задач. Удачи вам. Спасибо. Также Сергей Шойгу сообщил, что Россия вдвое увеличила авиационную группировку, проводящую операцию в Сирии. Теперь в ней 69 самолётов. И сегодня удар по боевикам нанесли корабли Каспийской флотилии. 18 крылатых ракет точно поразили 7 целей в провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо. Все мишени уничтожены. Свидетелем стратегической операции стал наш корреспондент Клим Санаткин. Корабли Каспийской флотилии встали в строй фронта. Одна за другой стартуют крылатые ракеты. Уже через считанные минуты они должны достигнуть цели. Здесь находится ходовая рубка. Именно отсюда управляется корабль. Как только объявляется боевая тревога, все ракетные и артиллерийские средства корабля приводятся в готовность. Затем вся информация поступает в главный командный пункт. Это сердце корабля. Но уже потом командир ждёт непосредственного приказа. Для того, чтобы, например, осуществить запуск ракет, у экипажа уходит около 15 минут. Но прежде чем состоится запуск кораблей, отдельные колонны направляются в заданный квадрат. Причём точное время и координаты, когда состоится пуск, никто не знает до последнего. Ударная группа — это четыре ракетоносца Каспийской флотилии. Причём три из них — это так называемые малые ракетные корабли. Великий Устюг, Углич — судно, на котором мы находимся. Оно называется «Град Свияжск». И флагман корабельно-ударной группы — ракетный корабль «Дагестан». На пути к заданной цели одно из препятствий для экипажа — это непогода. Например, ракетоносец «Град Свияж» способен выдержать девятибальный шторм. Ещё одна из особенностей этого корабля — это плоское дно. То есть он имеет не только морскую, но и речную проходимость. «Конструкция корабля, созданная по технологии стелс-композитные материалы, в основе даже особая радиопрозрачная краска, всё это вместе создаёт комплекс, благодаря которому корабль наименее заметен для навигационных систем противника. Обнаружить такой ракетоносец в открытом море практически невозможно». Ну а здесь находятся так называемые ракетные шахты. На каждом корабле такого типа размещается до восьми крылатых ракет. Всё это высокоточное оружие. Этот комплекс способен поражать цели на расстоянии до 2500 километров. Сразу после выполнения боевого задания корабли отправляются обратно в порт. Причём маршрут постоянно меняется. Это сделано с целью безопасности. Поэтому сколько времени займёт дорога домой, экипаж точно не знает. Клим Санаткин, Игорь Крисков, Вячеслав Манехин. Первый канал. Каспийское море.